I have ways of blowing things up. А оказывается, 30 апреля вышла вторая часть, и почему-то узнаю об этом только сейчас. Поехали, ребят, с удовольствием начинаю эту штуку. Город вечного одиночества. Место, где мечтатели, реалисты и выбившиеся из сил пытаются наслаждаться жизнью, а не просто выживать. Настала эпоха, когда общество переосмысливает саму суть жизни. Сюжет, нарратив, дизайн. Так, музыка, это вы все поняли. Настал момент, когда история ставится под сомнение, а к традициям появляется много вопросов. Старым знакомым классификации протеста те, кто борется за справедливость, за право быть признанным в обществе, полным предрассудков. За принятие в обществе идет битва, а идентичность — это роскошь, которую борцы только начали постигать. Поехали. Многие чувствуют, что потеряли опору под ногами и обращаются к экранам в поисках поддержки. Темпы развития мира ускоряются и связи становятся все больше. Работы и развлечения, удовольствие и эскапизм. Здрасте. В интернете есть все. Непонятно, сближают такие связи или наоборот отдаляют людей друг от друга. У нас будут какие-то онлайн знакомства. До этого у нас была газетка, которую мы читали каждое утро. Было круто. Некоторые ищут ответы на непроторенных дорожках, отчаянно нуждаясь в горько-сладком утешении, чтобы скрасить одинокие вечера в ночной кофейне посреди залитого дождем города. Они находят краткое утешение за чашкой горячего напитка. А это их истории. Черт. Я так доволен, что мы сюда возвращаемся. К сожалению, у нас не удалось выполнить все квесты в первой части, но я вот абсолютно... Гляньте, вторник, 19 сентября 2023 года. Каких-то три месяца назад. Итак. Читаем, что сегодня произошло. Ищем работу. После оттока крупных компаний, штат столкнулся с проблемой массовой безработицы. Чего ждать? Рекордное количество сотрудников уволилось из западного полицейского участка Сиэтловин... Ой, я сейчас понял про нашего этого друголя полицейского. Социальные эксперименты между развлечением и опасностью. Ну, думаю, будем начинать день. Кстати, ребят, я тут запасся кофеечком, чего и вам рекомендую взять какой-нибудь теплый и хороший напиток. Зима все-таки на улице. Красно. Можно начинать день. Продолжение следует... Продолжение следует... Видимо, это надолго. Подожди, дружище. Джорджи. Офицер департамента полиции Сиэтл. У него родился ребенок? Джорджи! Рэйчел. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нравится фрейре. Так, проснулась сегодня такая отдохнувшая. Думаю, день будет отличный. Рад за тебя. Акви! Ой, блин! ЧЗ отметки нравится. Чем бы заняться? Я думаю, ты знаешь, чем тебе заняться. Бейлис. Бейлис. Помним такого. Да, мэм. Луя. Какого Луя? Ты тут забыла? Сегодня мы собираемся съездить в Китеринговую компанию, которая писала на прошлой неделе. Так что не опоздай. Джорджи. Шеф говорит, что современная молодежь получает всю информацию отсюда. Так что вот он я, ребятки. Ну, Джорджи. Кстати, знаете, в чем прикол? Вот Джорджи, как персонаж, да, он мне запомнился с первой части. Но изначально Джорджи, и как персонаж, и как имя, мне запомнился из Papers, Please. Если вы помните эту обалденную игру, если вы помните, кто такой Джорджи, пишите об этом в комментах. Посмотрим, сколько у нас таких. Итак, Рэйчел. Доброе утро. Выложимся сегодня на все 100. Ок. Так. Это у нас кошачья группа, да? Вот насчет Рэйчела я не помню. Ну, имена некоторых ребят я помню с первой части. Хайд, это же... Вампир, не вампир. Вот. В общем, этот друг. Ладно, сейчас будем, по ходу, вспоминать. Вроде как, всех вот этих ребят я помню. Раньше, что где-нибудь... Раньше, чтобы где-нибудь поселиться, достаточно было приехать, осмотреть жилье и заплатить деньги. Теперь приходится заполнить все эти формы. Это чудовищно. Многим людям это понравилось. Я понимаю, сочувствующие. Фрея. Задержка на два часа? Ничего страшного. Интересно, она опубликовала тогда или нет? То, что она писала книгу? Ладно. Хух. Домой. Книга рецептов. Ох ты ж, ёлка! Латте с молоком. Капучино. Горький шоколад. Эспрессо. Латте с зелёным чаем. Мачо. Куча неизвестных напитков. Да, с этим у меня в прошлый раз были проблемы. Именно из-за этого я запорол некоторые квесты. Потому что я не смог подобрать нужные напитки для того же, например, оборот. Если я правильно помню, ему нужен был успокоин. И я не смог его найти. Немножечко жаль. Так, это у нас... Открытка от Фрея. Открытка от Фрея для офицера... Почему для офицера Джорджи? И что она тогда делает у меня? Похоже, она оставила некое послание. Ну, значит, мне придётся отдать это Джорджи. Осмотреть. Так, хорошо. Тут у нас телефон. Тут у нас... Это... Хорошо. Поехали. Первый посетитель. Поехали. Джорджи! Добро пожаловать! Привет, Фром. Как дела? Ну, и гроза разыгралась. У меня дело нормально. Вот у высших электропридач так себе. Наверное. Да? А? А что с ними? Вот что с ними. Ага. Беда. Свет то включается, то включается весь вечер. Техника даже прогреться не успевает как следует. Всё настолько плохо? Извини. Я приму заказ, как только техника нормально заработает. Не вопрос. Что наши местные писательницы им с зеленоволосой, зеленоглазой феей сегодня нет? Фея Фрея. Неплохо рифмуем делать. Ты про Фрею? Её самую. Конечно, если она волосы не перекрасила. Ха-ха-ха, пока нет. Дома какое-то время ей не будет. Да? Почему? Она уехала искать материал и вдохновение для новой книги. А вот как? Ну, так она сказала. Очень жаль. Без неё совсем не то. Ага. Да правда, в последнее время довольно тихо. И на ней полезно иногда выбираться из города, проводить время наедине с собой. Блин. Делал дрянь, да? Да. Ну, департамент городского освещения уже в курсе проблемы. Сказали, что понаблюдает за нашим районом. Так, на всякий случай. Не переживай. Если что случится, я тебе отдолжу свою верную зажигалку. Зажигалку? Ага. От деда мне досталось такой талисман на удачу. Никогда меня не подводило. Вот ни разу. Если, конечно, держать её зажжённой дольше 10 секунд. Это даже меня на себя. Главное это внимание. А копам разве не дают фонарики? Точно так. Но фонарики это скучно. Вот настоящий огонь, другой. Дядька, да ты пиромант. Похоже, тебе тоже отпуск не повредил. Ну вот уж точно. А кому из нас отпуск когда-то вредил? Погодите, ребят. Есть такие? Господи, наконец-то. Спасибо за ожидание. Теперь я могу принять заказ. Супер. Работать я на сегодня закончил, так что кофе не буду. Вот как? Значит, сегодня ночью не патрулируете? Погоди, у тебя ребёнок дома, у тебя семья. Дома патрулировать ты уже закончил? А, это, кстати, абсолютно логично. Ты пришёл посидеть в кафе после смены. Именно потому, что у тебя маленький ребёнок дома. Хорошо, принято. Принято, Джорджи. Так. Сегодня нет. Принято. В таком случае, хочешь попробовать что-нибудь из нашей новой чайной коллекции? У нас есть гибискус и синий чай. Кстати, дополнение, не дополнение, почему я называю это дополнение? Наверное, после Дрэджи, потому что там было дополнение. Здесь это полноценная вторая часть, насколько я понимаю, вторая глава. Она называется «Гибискус и бабочка». Так что... Гибискус и что? Синий чай. Это чайный напиток из мотылькового горошка. Но мы называем его просто синий чай. Короче, ну вот, мотыльковый, баттерфлай, бабочка, да. У него очень симпатичный цвет. Ммм. Я не знаю, что вы подаете нетрадиционные напитки. Я не осуждаю, просто... Нетрадиционные? А-а-а. А только порошок от названия растения. Такой цветок. О-о-о. А к насекам отношения не имеет. Все, понял, ошибочка вышла. Конечно, давай попробуем. Помнишь мои золотое правило? Конечно. Молоко Джорджи не предлагать. Верно. Верно, у тебя в телефоне уже все записано. Хотелось бы сказать да, но в прошлом месяце пришлось отдать телефон ремонт, и некоторые заметки пропали. Ой. Тогда лучше запиши все, что еще не выпало из памяти. Кстати, раз так вспомнилось, Фрея просила тебе кое-что передать. Ну вот как интересно. Тогда попробуй что-нибудь из новинок. На твой вкус. Только давай что-нибудь попроще. Так, синий чай. Да. Корица. Сладкий, теплый. Да. Молоко не предлагать. Давай синего чая с корицей тебе, да? Приготовим. Синий чай с корицей. Надо бы передать офицер Джорджи подарок от Фрея, то забуду. Отдать предмет. Спасибо, что сказали, да. Выглядит, кстати, прикольно. Я просто как недавно тоже взял себе два новых чая на вкус, и тут такая тема про новые чаи, как-то хорошо так в жизни совпало. О, открыточка. Это она хвастается, что ли? Это же. Что такое? Похоже, она оставила мне сообщение. И что в нем? Ничего такого, не переживай. Ладно. Ну, спасибо, передавай привет. Пожалуйста, обязательно передам. Вот, держи. Ого. Это пить вообще безопасно. Ну, это свет, конечно. Уверяю, с тобой ничего не произойдет. Да ясно. Да, на то я прикалываюсь. На удивление, приятный вкус. Обычно в него добавляют лимон. У меня его не было. Тогда и цвет меняется. Серьезно? Ага. Только вот лимоны закончились. Не было времени забежать за ними в магазин. Ничего страшного. Помню, моя младшенька как-то показывала мне видео про что-то такое. Знаешь, она прямо обожает всякие новомодные штучки, связанные со здоровым образом жизни. Как-то раз приготовила мне питье из синих водорослей, что ли. Сказала, мол, для снижения холестерина. Ну, жаль, что на вкус она оказалась как грязь. Но я все равно выпил. Нехая на молодец. Заботится о здоровье отца. Да, она у меня умница. Но между нами говоря, лучше кофе для меня все равно ничего нет. Хотя вот эта штука вполне ничего. Может, поспрашиваю я об этом напитке. Что ж, спасибо. Да не за что. Гроза. Куда ты торопишься? Я уже должен быть дома. Я же тебе говорю, он сидит дома, отдыхает, потому что его дом замучили. Машенька сегодня как раз все свои хвосты доздала. Вот это, хвосты. Ага. Мы узнали, что она по какой-то неизвестной причине решила забить на учебу. Так что я, скажем так, донес свое мнение на этот счет. И как прошло? Я шмарно. Ой. Но она же в итоге справилась. Ага. Правда, мы уже больше месяцев не разговариваем. Сочувствую. А да ладно. Жена планировала устроить честь ней небольшой праздник. Наготовила любимых блюд, позвать сестер на ужин и все такое. Мне она поручила купить пирожных на десерт в качестве примирительного жеста. Вроде хороший план. Ну, как видишь, пирожных у меня нет. Еще неизвестно, когда я попаду домой. Когда сидишь здесь, пьешь чай, то да, неизвестно. Из-за грозы? Да, и еще машина накрылась. Кто-то спер все клапаны и спустил шины. Да. Любят вас полицейских. Как? Как так-то? Недавно по району прокатилась волна вандализма. Вот и меня задело. Это все. Таща головная боль. Ну, ты не парься. Мы за этой ситуацией следим. Сейчас нужно придумать, как поскорее добраться до дома. Вот это новость. Ты же не думаешь, что тема закрыта? Потому что у меня куча вопросов. О-о-о. Что за баран? Зев всемогущий, ну и ночка. Добро пожаловать. Привет, че как? Добрейшего вечерочка, дедуль. Как дела? Гроза, какие еще могут быть дела? Вот уж точно. Ну и кошмар, наша погодка, а? Как будто ребята из Небесной канцелярии и завода вообще не платят. Хорошо, хоть что вы открытые, а то бы я насквозь промок. Здорово, что мы оказались рядом. Может, приготовить что-нибудь выпить согревающего? Да, было бы круто. Я, кстати, Лукас. Если что, ставьте Лукас под этим видосиком. Тя, как звать? Фрум. А джентльмен рядом, офицер Джорджа. Крутяк. Раз знакомству, дедуль. Можно тебя так называть? Я не против. Это у нас тут добавился Лукас. Моментально, да? В твоей линии 24 на 7. Неплохо. Так, не против. Клюв? Телефон, чувак. Ой-ой. Жена звонит. Я отлучусь ненадолго. Пожелай мне удачи. Удачи. Что я тебе скажу? До скорого. Ну что, баранчик, что пить будешь? Так. Можно мне лакта? Конечно. Или нет? Да я никак не могу выбрать. Посоветуй что-нибудь. Ты же тут профессионал. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Слушай. Такое дело. Я раньше... Я любил кофе. Без эспресс так вообще себе жизнь не представлял. Но в какой-то момент мой желудок взбесился. Я решил, что кофе для нас теперь враг номер один. Прям лютый такой враг. Беспощадный. Сечешь? Вроде да. Короче, с молоком еще куда не шло. Поэтому я сейчас больше по латте и всякому такому. Но я иногда скучаю по чистому кофе. Вот и думаю, вдруг ты мне ничего посоветуешь. Что именно тебе не хватает в латте, что есть в черном кофе? Кфины, конечно. Ну и... Как бы это сказать? Насыщенности. Ты же меня понимаешь? Ты пробовал матчо? Матчо, кстати, офигенная штука. Нет, это разве не обычный зеленый чай? Ну, можно сделать матчо латте. Если что. Та, но он куда более концентрированный. Я хочу попробовать. Ату. Кружечку матчо, пожалуйста. Книга рецептов. Чаи. Погоди. Матчо. Зеленый чай, зеленый чай, зеленый чай. Трижды. Основа. Зеленый чай. Это он с обычной чай, да? Раз, два, три. Оп. Приготовить. Предметов никаких нету. Подать? Матчи премиум класса. Специально для тебя. Оу. Фиг ли ты фоткаешь? Это чай. Блин, ну и цвет. Прямо супер зеленый. Попробуем. Ну как? А знаешь что? Очень даже. Правда, вкус маленько травянистый, но мне даже нравится. Здорово, что так. Мне не было уверенности, что тебе зайдет. Почему же? Некоторым кажется, что без добавок вкус слишком резкий. Интересно, что именно мне это и понравилось. Что именно это мне и понравилось. Потому что сам я ни разу не резкий. Короче, если хочешь что-нибудь мне посоветовать, с радостью прислушаюсь. Хорошо. Хватит фоткать, блин. Слушай, а сюда кто-нибудь еще заглядывает? В каком смысле? Я сейчас пытаюсь отметить эту кофейню в посте. Но о ней, блин, нигде никакой информации нет. Ни тегов, ни упоминаний, ничего. Как так? Думаю, посетителей у нас меньше, чем в обычных кофейнях, потому что мы довольно поздно открываемся. Логично. А во сколько вы закрываетесь? Мы до утра работаем. Серьезно? Вот уже реально до поздна. Вы что, в подпольный бар превращаетесь часа в два ночи? Ага, тогда офицер Джорджет сказал бы нам пару ласковых. Серьезно? Вот отстой. А вы вообще в соцсетях есть? Самой кофейни нет. Ночная кофейня, которой никто не говорит? А? Интересно. Ну это же значит, что я могу тут грозу переждать, да? Конечно. Оставай сколько захочешь. Класс, спасибо. Могу ли я отметить своих сториз? Сториз? Ага. Давай покажу. Он сделал селфи и запустил его несколько секунд назад. Быстро. Реально быстро. Ладно. Я хотел тегнуть твое заведение. У меня есть личный аккаунт. Этой функции я что-то не припомню. Что происходит? Когда? Зачем? Сториз. Угадайте, где я? Хэштег чили, хэштег фотка дня. Ой. Отметки нрав... От... В смысле? Вы вообще нормальные? Он только что это сфоткал, только что это запостил. И получил 10 тысяч лайков? За что? За 10 секунд? Давайте немножечко, пожалуйста. Уже не какой-нибудь там... Ладно. Эта новая фишка в Томодочил. Прикинь? Томодочил. Теперь можешь смотреть, что у других нового. Просто проверяй вкладку сториз в приложении. Не забывай заглядывать каждый день. А то сториз хранит всего один день. Может узнаешь что-нибудь эдакое о своих посетителях? Это как? Да я без задней мысли. Просто народ постит все подряд. Шучу. Я все равно в основном активен на моем туб... На моем туб-канале. Ясно. Но раз ж мы здесь, хочешь, я тебя все же тегну? Нет, спасибо. Но мне любопытно, чем именно ты занимаешься. Функция совсем новая. Твои посты уж как это... А на твои посты уж уже такой большой... Вот то, что я говорю, что 10 тысяч лайков в учет. Ну, я кто-то вроде лайфстайлера. Делюсь инфой о самых крутых трендах. Крутых людях, крутых местах. И всяком таком. О! Получается, наш кофейник теперь в одном списке. С остальными крутейшими заведениями. Тебе бы этого хотелось? Конечно. За разумную плату устроим. Ага. Тогда забудь. Да я шучу. Это менеджер решает, о ком я вещаю. Помогает мне оставаться в теме, так сказать. А то, говорит, меня иногда заносит. Что бы это ни значило. Ой-ой-ой. С возвращением, дедуль. Спасибо. Все в порядке? Как сказать? Просто очень недовольна. Наверное, надо попробовать поймать такси. Что думаете? Пустая трата времени, дедуль. Все так плохо. Я пытался вызвать машину, когда я еще мониторил. Что да как? Прошло уже полтора часа, я все еще здесь. И рядом с участком тоже такси не было. А ты пробовал онлайн заказ, дедуль? Ты мой телефон видел? Единственное, что если я могу заказать, это доставку из гномном за углом. Ну вот уж точно. Хорошая новость. Кажется, перебои со светом закончились. Ого. Беру свои слова обратно. Надо сказать, сет держался дольше, чем я ожидал. Точно. Так что, одолжите зажигалку. Соблазнительное предложение? Но нет, пойду-ка я кое-что проверю. Скоро вернусь. Давай, удачи. Что мы идем проверять? Э, ты в порядке? Да, все в шоколаде. Я просто... Я просто не очень люблю сидеть в темноте. Ты что, темноты боишься, парень? Конечно. Иногда не знаешь, кто... Никогда не знаешь, кто в ней скрывается. Знаете, вот эта штука насчет боишься темноты. Э, ведь когда ты идешь по темноте, ты же не боишься, что там никого нет. Ты же наоборот боишься, что там кто-то есть. Ты же не боишься того, что ты один в темноте. Ты как раз боишься обратно, что ты не один в темноте. Вот, да. Ну вы поняли. Мы же в кофейне. Все равно? Тебе что, совсем не страшно, дедуль? Нет, конечно. Для меня ночное дежурство обычное дело. Преступник, главное схватить. Остальное ерунда. В теории. Не знаю, что и думать. А! Ха-ха-ха! Ты слышал? Что? Шаги! Клянемся, что-то слышал. Вот он, слева. Да ну на! Хм, симпатичная. Вы посмотрите на лицо этого барашка просто. Чего? Привет. А вот и я. Прошу прощения, теперь все должно быть нормально. Ооо, отлично. Добро пожаловать. Можно сделать заказ? Конечно. Ну что у вас есть? На среднем сейчас немного гаранча, но все основные позиции есть. Кофе, чай, травяные напитки. Мне что-нибудь успокаивающее для горла. Да и вообще. Тяжелый рабочий день? Если вам на ум не приходит ничего конкретного, как насчет нашей новинки синего латте? Синего латте? Сможете красиво подать? Приложу все усилия. Хорошо. Одень синего латте с рисунком. С рисунком мне оно как бы вот вообще нет. Черт. Какой нафиг синего латте? Так, хорошо, берем кофе. Нет, погодите, на сброс. На латте нужно сначала молоко. Ясно, сброс. Кофе. А... Кстати. Горький, освежающий, теплый. Или больше молока, потому что это латте. Дядь, я не знаю, две... Давайте я возьму два чая и одно молоко. Я надеюсь, он получится и синий, и с молоком, типа. Так. Приготовить. Хорошо. Арт. Я без понятия, что я делаю. Может, типа, по идее, бабочка получится. Давайте как есть, готово. Я не умею рисовывать вообще. Синий чай, молоко. А, погоди, вылить. А если я сделаю... Синий чай и молоко, молоко. Синий чай с молоком. Давай. Управление. Я понял. А почему это нельзя? Я не умею рисовать вообще. Так, допустим, пусть это будет такое... Сердечко со столпами. Я не знаю, чего. И тут давайте рожки сделаем. Я не знаю. Так, готово. Сердечко с рожками, короче, подать. Спасибо за ожидание, прошу. Цвет их прям. Ммм, синий. Да, ну не сомневайтесь, ингредиенты натуральные. Ясно. Симпатично получилось. Спасибо. Вам нравится? Вкусно. Спасибо. На здоровье. Электричество в норме? Да, власти взяли дело под контроль. Крутяк. Осталось дождаться, пока гроза кончится. Кстати, насчет грозы. По новостям передали, что она затянется как минимум до полуночи. Что? Вот бумаженка моя была на ходу. А еще из-за наводнения перекрыли несколько дорог. Да, что ж такое. Короче, мы тут застряли, да? Боюсь, что да. По крайней мере, на время. У меня большие неприятности. Что у тебя с тачкой, дедоль? Да, ты же так не... Да, ты же так не договорил. У меня есть вопросы. Я просто не хотел тебя пугать. Ему шины спустили. Реально? Ага. Тут в последнее время вычастились случаи вандализма. Кто-то снимает клапаны, спускает шины и припарковывает машину по всему западному округу. Зачем? Может, коллекционер объявился? Или кому-то нечего делать? Пока не ясно. Дело в том, что на парковке нашего участка затеяли дорожные работы. Так что некоторым ребятам пришлось сегодня припарковаться подальше. Ну, про остальные вы в курсе. У всех тачки пострадали, дедоль? Неа. Только моя. Ой. Ну вот это дичь. А ты как будто вообще не паришься. Ну, серьезного ущерба-то и нет. Только время мое потрачено. Коллеги куда эмоциональнее это все восприняли. После недавних массовых увольнений у нас совсем работать некому. Еще и компании уезжают из-за повышения налогов в городе. Из-за отношения налогов. Повышение налогов. В городе протесты. А где протесты, там всегда напряженность. Ситуация так себе. Не то слово. Как бы то ни было, мы засняли преступника на скрытую камеру. Так что завтра я всем этим займусь. Надеюсь, больше ничего безумного не случится. Может, это был просто пранк, дедуль? Думаешь? Барашка, не ты ли случайно этим всем занимаешься, а инфлюенсер ты фига? Ага. Учитывая, что в последнее время происходит, все внимание будет сосредоточено на другом, верно? Поэтому предполагаемый пранкер может решить, что его не поймают. Ты по собственному опыту судишь. Если я скажу, что ты сделаешь вид, что ничего не слышал, смотря, что ты сделал. Жестко. Ну ты мою теорию не отвергай. Видео пранки самостоятельнее онлайн-жанр, между прочим. И люди такое смотрят? О, да. Дешевое развлечение все обожают, дедуль. А еще это хороший способ заработать, если все правильно обставить. Да ладно. Чем больше удичь твоей речи, тем больше просмотров. И тем больше денег на рекламу. Так и работает. Пока ты самую малость не перейдешь в черту. Тогда тебя сразу прикроет и проект конец. Ты исчезнешь. Только это не оставит других, кто же попробует что-нибудь в таком же духе. Потому что все это для... Все это... Что все, что для этого нужно? Телефон с камерой и интернетом. Остальное зависит от тайминга и удачи. А ты много об этом знаешь. Может тебя и на допрос пригласить? О, нет. Менеджер на меня за такое убил бы. Шучу. Короче. Это делится с высокими рисками, высокой прибылью и низким порогом входа. Что-то мне это напоминает. О, да. Преступность. Все ради просмотров. Если честно, это одна из причин, почему я сейчас в отпуске. В самом деле? Долгая история. Я уже давно хочу сменить формат своего шоу. А что с ним не так? Ну, во-первых, просмотры падают. Почему? Пранков мало? Жестко. Не, я таким давно уже не занимаюсь. Да и не хочу, чтобы к этому возвращаться, если по правде. Короче, не в этом положении... Я не в том положении, чтобы сейчас так рисковать. Хотя рад был бы попробовать что-то новенькое. Просто люди и не фанаты перемен. Это точно. Но при этом легко теряют интерес. Сегодняшний хайп, завтрашний трэш. Так что я буду жестко... Ежедневно... Так что я как будто ежедневно сражаюсь с парадоксом. Получается, твоя работа зависит от прихоти публики, приятель. Можно и так сказать? Почему? Прошу прощения. Простите, не хотела вмешиваться. Я хотела... Тегнуть твое заведение. Все в порядке, знаю. Я громкий. Не объяснишь, что ты именно веду под этим? Почему? Думаешь, публика всегда права? Конечно, нет. Так зачем передавать столько значения их прихотям? Почему ты исполняешь их капризы? Ну, понимаешь... Все дело в цифрах. С одиночным мнением разобраться легко. Может, даже с десятком. Или сотней. Это еще выполнимо. Но влияет на мнение тысяч? Миллионов? И так-то просто. Так что я думаю, если победить их нельзя, надо возглавить. А затем медленно менять ситуацию изнутри. Не представляю, как это может сработать. Нет? Почему же? Прошу прощения, что не объяснила сразу. Не извиняйся, мне просто любопытно. Учитывая, что я вмешалась в разговор, сейчас исправлюсь. Признаю, небольшая поклонница онлайн-развлечений, и люди зачастую ведут себя в сети довольно омерзительно. Сильно сказано. Два года назад я загрузила в сеть видео, на котором пою. Репетирую для прослушивания на ведущие сопрано. Сопрано? Реально? Круто. Можно посмотреть? Я его удалила. Ой, почему? Думается, она как раз к этому подбирается, парень. Да, точно. Я его записала из чистой необходимости. Сняла дома на телефон, поскольку у меня не было до этого портфолио. Признаю, видео было не лучшего качества. Тем не менее, я загрузила его на сайт. Главным образом, чтобы прикрепить ссылку к резюме. Хотя не уверен, что вообще стоило это делать. Все равно это ни к чему не привело. Ясно. Только вот один работодатель на мой запрос все-таки ответил. Вежливым отказом. И при этом оставил мне любопытную рекомендацию. Какую же? Он настоятельно рекомендовал мне почистить комментарии к видео. Тогда я их и почитала. И была шокирована. Что там было? Раздел комментариев изобиловал категоричными мнениями. Если их можно так назвать. Что? Там было... Много комментариев с призывами перестать орать и удалить видео. Комментирующие утверждали, что от моих воплей у них шла кровь из ушей. Что за бред? Другие сомневались в моей адекватности. Мол, я сознательно распространяю порчу своим голосом. Многие интересовались, кто мой хозяин и куда он смотрит. Очевидно, намекая на то, что у нас банши отсутствует самосознание. А на банши... Ладно, ладно, теперь все стало на свои места. Окей, кстати, у нас банши в первой части еще не было. Ну, сейчас, естественно, старайтесь. Она записала видео, только как она поет. Это просто трындец. Ужасно. Даже после выхода акта о правах такие уроды еще остались. Акта о правах? Всемирный договор о признании разумности и прав на сапиентов. Прав не сапиентов. К сапиентам относятся все разумные двуногие. То есть люди, эльфы, орки, гномы, полурослики. Ну, ты понимаешь. А ты вкрунешь, что даже нас сатиров присутствует? А, так ты не баран, ты сатир. Ладно. Я только сейчас, я просто барашек, барашек. Значит, у тебя копыта на ногах, да? Хорошо. Сатиров причисляли к избранным совсем недавно. Серьезно? Ну, вы же полностью подходите под описание. Да, но мы все рождаемся мужчинами. Да и репутация у нас не лучшая. Короче, понадобилось все время, чтобы нас... А теперь мне стало серьезно интересно. Надо будет как-то порыться в мифологии. А как вы тогда рождаетесь, если... Хотя, с другой стороны, фраза «рождаемся мужчинами» подразумевает то, что некоторые из вас потом становятся женщинами. Правильно? Я правильно тебя понял? Короче, понадобилось все время, чтобы нас наконец признал международное право. Потому что чем меньше ты похож на представителя большой шестерки, тем больше затягивается процесс. Уверен, что тебе тяжко приходится. Нас очень мало. Нас не удивляет, что многие даже не знают о нашем существовании. Все равно это неправильно. Но теперь я понимаю твое отвращение к интернету. Ты так спокойно держишься, я впечатлен. А что, орань, что ли? Спокойно? Тебе кажется, что я... Спокойно! Ой, свет. Так как можно быть... Спокойной! Когда тебе вечно я выказываю такое вопиющее неуважение! Не задумывался, что дает им право быть такими гнусными, что они о себе возомнили. Расскажи-ка мне, о чем думает народ, когда совершают все эти возмутительные поступки. Может, они испытывают какое-то извращенное удовольствие, когда другие страдают? Какая наглость! Просто... Просто сил никаких нет! Анонимность общения через экран позволяет людям спокойно оскорблять других, потому что за их словами не прилетит в хлебало! Блин, опять! Секундочку! Хорошо! Доджи ушел! Фух, слава богу! А? Он не ушел! Он подсел от нее нафиг! Ха-ха-ха-ха! Дружище, я тебя понимаю, глохнуть никто не хочет. Это просто... Неправильно! Такое поведение... Это неправильно! Простите. Я перегнул на палку. Все в порядке. Честно говоря, мне просто не нравится идея, что публика всегда права. Потому что это означало бы, что моя мечта умерла до того, как и пытался ее воплотить. Хочу, я тебе помогу? Слушай, я понимаю, каково тебе. Я же сатир. Я перевидал кучу тупиц, которые пытались меня сломить, потому что им не давал нормальной жизни собственный комплекс неполноценности. Так что поверь, у тебя есть все, что нужно, чтобы их переиграть. Ну как? Легко. Научись себя продавать. Эй, парень, полегче? Я, может, сейчас не на службе, но все еще представитель закона? Да не в этом смысле, дедуль. Честно, я мало что знаю об оперной сцене, но большая часть партии сопрано, кажется, принадлежит сиренам, верно? Да. Они будто созданы для этих партий. Именно. Так что у нас налицо ситуация, типа, справляемся, так что менять ничего не будем. Значит, что бы ты ни делала, как бы ни старалась, все равно будешь белой вороной. Поэтому, если ты попытаешься с ними тягаться, опираясь только на свои навыки, мне жаль так говорить, но, скорее всего, у тебя ничего не выйдет. Стой, стой, да слушай. У тебя есть одна офигенная фишка, которой нету сирен. История. Эм, история? Да. Представь себе. Банша, которая мечтает стать ведущей сопрано. Ну, или о чем ты там мечтаешь? Она следует за мечтой, соревнуясь с сиренами, несмотря на то, что все обстоятельства против нее. Разве ты не офигенная история? Эм, ты еще не даже не слышал, как я пою. Не слышал же? С удовольствием бы послушал. Но, если честно, твой голос тут на втором месте. Что? Цель в том, чтобы сначала людям запала в душу твоя история. Большинство только закатит глаза из-за своих глупых предрассудков. И это именно то, что нам нужно. Потому что затем мы обманем их ожидания. Выпустив тебя на сцену. Какую сцену? Как это провернуть? Не волнуйся, я с этим разберусь. Неважно, как ты поешь. Все будут удивлены, просто увидев тебя на сцене. И вот тогда ты сможешь действительно показать себя во всей красе. В чем ты говоришь? Нет. Что? Почему? Я просто хочу петь. Показать, на что я способна. Все, вне зависимости от того, кто я. Я понимаю, предлагаю тебе такую возможность. Безобидно. Такое ощущение, что ты просто... Пытаешься продать какую-то карикатуру на меня. Нет, конечно, я бы не в жизни. Но, блин, немного обидно, если честно. Прости за грубость. Я ведь тебя не знаю. И ты не знаешь меня. Так что, как я могу воспринять твое предложение всерьез? Если ты даже не в курсе, как меня зовут. Знаешь ли ты... А, знаешь, если бы твои методы хоть как-то работали, я бы уже спросил, как тебя зовут. Не думаешь? Эй, эй. Не знаю, к чему ты клонишь. Но это уже чересчур, парень. Ты что-то конесёшь. Вот тюрьму. Слушай, мне так... Гроза, похоже, утихает. Я пойду. Ладно, спасибо за визит. Мисс Риона. Риона. Будем рады видеть вас снова. Нежный поворот обрела наша беседа. Позволь, я внесу некоторую ясность. Всё, что ты наговорил, по-моему, большая часть это предназначалось не мне. Счастливо. Всего хорошего. Угу. До свидания. Вот это ночка, да? Ох. Прошу прощения. Я облажался, да? Не могу тебе ответить, парень. Даже старик обду... Дай старику обдувать, что произошло. Ах, блин. Не знаю, что меня нашло, дедуль. Я иногда так завожу, что аж сам не свой. Простите, секундочку. Менеджер звонит. Дороги открыли, так что он меня заберёт. О, отлично. Славно. Дедуль, тебя, может, подбросить... Довезу, куда скажешь. Спасибо, парень, не нужно. Думаю, такси уже скоро появятся. Уверен? Ага. Он не хочет домой. Ладошки. Тогда до встречи, ребят. Спасибо, что заглянул. Приходи ещё. Ага. Эй, Фром. М-м? Да нет, ничего. Ладненько. Фром, дедуль. Покеда. Хорошей дороги. М-м, да. Это было же что-то с чем-то. Вот уж точно. Чувствую, что уже пора закрываться. Хе-хе. Как только такси приедет, я сразу уберусь, обещаю. Ой, ты же знаешь, я не в том смысле. Врать не буду. Пока слушал этих двоих, невольно задумался. О чём? Обо мне и моей младшей миссии. Может, я был с ней слишком суров, не знаю. Будучи родителем, сложно понять, когда ребёнка надо поддержать. А когда остановить? Да, это тонкая грань. А-а. Ой-ой. Жена звонит. Знаешь, мне, наверное, пора. Может, если он слышит трубки шундача, то он не станет слишком сердиться. Ты только не простудись. Да, шучу. Мне правда пора. Ты уж правда, ты уж правда закрывайся. Собираюсь. Надеюсь, такси быстро словится. Спасибо. До скорого. Ох. Ну и ночка. Прямо у меня с языка снял. Это... Да, надо было прибраться и... Ой, что это? Старометаллическая зажигалка с интересной гравировкой. Наверное, кто-то из клиентов забыл. Пожалуй, для... Положу-ка для сохранности сюда. От нее будет исходить... Энергия. Ну, зажигалка... О, пора собираться. Я хотел пос... Теджахе. Теджахе. Напиток собранный... Идельно подходит для дождливых вечеров. Добренный обжаренным имбирем с капелькой меда. Среда 20 сентября. Ну, ребятушки-то, да... На этом и... Наша серия будет закрываться, да? Ну и ночка. Я крайне рад, что эта игра вернулась. Что есть вторая часть. Что тут новые персонажи, новые истории, новые интриги. И... Да, офигенный. Пока что. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, поправа. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok